Как продлить резиденцию без права на работу в Испании? Многие клиенты задают нам вопрос, какие документы необходимо предоставить для продления резиденции в Испании. Хотелось бы отметить, что первая карточка резиденции без права на работу выдается сроком на один год. После этого ее можно продлить на два года, потом опять на два года и уже после этого по стечению пяти лет вы можете запросить постоянную резиденцию в Испании. Для продления необходимо предоставить следующий список документов. Во-первых, конечно, это все страницы загранпаспорта со всеми печатями. После этого резиденцию, которая у вас уже есть, также пошлину, заявление, медицинскую страховку сроком на год. И основной документ – это подтверждение финансовых средств заявителя. Для основного заявителя необходимо подтверждение финансовых средств в размере 400% от индекса за оплату в Испании, так называемого индекса ИПРЕМ. Для членов семьи заявителя достаточно предоставить документы, подтверждающие доход в размере 100% от этого индекса. При продлении резиденции без права на работы у заявителя могут возникнуть ряд проблем. Во-первых, заявителям необходимо предоставить документы, подтверждающие, что он находился в Испании более шести месяцев в году. Во-вторых, необходимо предоставить документы, подтверждающие финансовые средства и дающие право ему находиться в Испании без работы на протяжении двух лет. Если при получении первой карточки резиденции достаточного дохода на один год, то при продлении необходимо предоставить документы, подтверждающие финансовые средства на два года. И третья проблема, которая может возникнуть, это связано с прохождением учебы детей, так как при получении резиденции необходимо записать внешнолетних детей в учебный центр, аккредитованный учебный центр в Испании. И при продлении необходимо предоставить документы, подтверждающие, что дети проходили обучение в этом центре. Если у вас есть какие-то дополнительные опросы, вы можете обращаться ко мне по телефону или по электронной почте. Спасибо за внимание!